Привет! Тиндер в реальной жизни, вторая часть, но в этот раз я буду искать своей сестре парня. На протяжении целого дня я выставлял анкету, и вот эти ребята все отозвались. Парней было искать намного проще, чем девушек. И сейчас я хочу просто показать, кого я вообще нашел. Давай начнем с номера один. Как тебя зовут? Саркис, в школе я раньше носил портфели за девочками, теперь я работаю игрушечком. Меня зовут Артем. Любви моего сердца не хватит не только на сестры Андрея, но и на ее маму и наших трех детей. Максим. Когда меня спрашивали в детстве, кем я хочу стать, я хотел стать фором, чтобы украсть сердце у сестры Андрея. Меня зовут Александр. Три критерия идеальной девушки. Не курит, не пьет и играет со мной в Бравл Старс. Сколько у тебя сундуков? Один. Ничего. Если повезет, с моей сестрой просто гору этих сундуков добудешь. Но я очень напомню. Мой нейм из Алеши. Если думать, полет в космос или девушка, то я возьму девушку, потому что она есть в полет в космос. Она есть в космос. Интересно. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Митяй. С греческого переводится как сын маминой подруги, потому что я лучше всех. Харюшки, меня зовут Сережа. Я миленький котенок. Если меня погладить, могу облизать. Восьмой. Меня зовут Богдан. Всем привет. Чтобы понять девушку, нужно думать как девушка, поэтому я сделаю себе новые ноготочки. Ладно. Всем привет. Меня зовут Гера. Друзья зовут меня Геракл. А мама зовет меня домой кушать. Хорошо придумал. Всем привет. Я Райс. В детстве меня уронили в чан с красотой, но я все выпил, поэтому у меня красивый внутренний мир. И только это. Все. Всем спасибо. Сейчас можете пройти в закулисье, а я позову свою сестру, и мы начнем. Привет. Даша, ну не так же пафосно заходить-то надо. Ты че? Это прям слишком круто было. Моя сестра, как ты понял, зовут Даша. Сегодня мы тебе позвали 10 парней, и каждым раундом ты должна будешь отсеивать по одному. Вот кто тебе не понравился. Выбирать ты будешь по частям тела, по предметам, и сама ты их лично видеть не будешь. Прям совсем? Видеть их будешь только тогда, когда будешь отсеивать по одному. Круто, мне нравится. Особенно нравится, что правил немного. Правил реально мало. Погнали. Знаешь, что мне врезалось прямо в голову? Я так подумал, у моего брата нету девушки. И когда под этим видео мы наберем 500 тысяч лайков, то я сразу же выпущу видео, где мы брату моему младшему ищем девушку. Но если тебя не устраивает этот брат, мы можем вызвать еще помладшее брата. Это Миша. Ставь лайк на это видео, чтобы побыстрее увидеть видео, где я ищу своему брату девушку. А также напиши в комментариях, какого из брата ты бы хотел видеть в следующем выпуске. Ну, а мы, Даша, продолжаем тебе, парня, искать, да? Пока, Никита, отдыхай. Как часто ты вот слышишь от парней комплименты? Готовь свои уши, сейчас их будет как минимум 10. Я думаю, стоит по одному их созывать. Они будут подходить к моей сестре и вот так вот шептать на ухо комплименты. Ты просто не поворачивайся, хорошо? Даже если у чувака будет балдежный голос, не поворачивайся. Так, ну что ж, начнем с номера 1. Ты как Майнкрафт, такая же красивая для моей жизни. Ого, просто пуля, ааа, смотрите, как поразило. Ладно, хорош, давайте следующий. Ты как солнце можешь согреть, а можешь обжечь. Твоя красота как катышки в кубке. Бесконечно. Еще раз, что я сказал последним словом? Бесконечно. Ааа. Ты как батарея зимой, хочется прижаться и не отпускать. Встреча с тобой как татуировку на всю жизнь. Меня напрягает, когда за стул берет. Ладно. Андреев! Че, франка над сестрой? А, блин, мы же тиндер снимаем, точно. Знаешь, ты как очень сочный бургер, нарезанные котлетки, пожаренные, сочные, листья салата, помидорчик, огурчик, соусы. Ты же бургер? Конечно. Отлично. Это я думал похоже. Слишком долго, бургер, слишком долго. Комплименты должны быть как пуля, вот как вот, первая часть. Ты как тикток на уроке, без тебя будет мне скучно? Ты как тикток на уроке, без тебя будет мне скучно, сказал он. Хочу искупаться в твоих глазах, но, увы, не умею плавать, поэтому просто в них утону. Че, не тронуло никак, что ли? Да нормальный же парень, че ты. Даша, ты как носки. Тебе трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Я. Невозможно забыть носки. Ты случайно не пресс-пиаш? Она самая. Ну, тогда понятно, почему я так кайфую от тебя. Ну, хорошо, я же прям потряхиваю, как приятно, говорит она, в разуме своем. Но это еще не все. Прямо сейчас. Даша, тебе надо сказать, какой комплимент меньше всего тебе понравился. А может быть не понравился какой-то голос. Кого ты выгонишь? Выгонишь. А можно повторить третий комплимент? Третий, ну-ка, нам... Третий и еще какой? Седьмой. И седьмой. Так, третий. О чем был твой комплимент? Про пупок. Пупок, да? Там про карточки, че-то пупок, да? Видимо, неромантично сказал. Пусть будет он. Ну ладно, все. Номер три, сними маску. Ну, спасибо, что пришел. Даша, можешь попрощаться? Поворачивайся. Привет. Привет. Тут надо, наверное, пока говорить. Тебе больше, чем... Не пока. Слава, давай. Ну, давай. А у тебя было что-нибудь в голове, на что-то... Ну, не надо, про пупок-то говорит, блин, да? Конечно. А ведь в целом-то всегда срабатывал. Эх, ладно. Ну, видимо, не на мою сестру. Ладно, спасибо. Давай. Даша, я знаешь, че подумал? Вот у тебя в жизни цель найти себе мужика, которого ты сейчас прямо и ищешь. А у меня цель 20 миллионов подписчиков. Пожалуйста, нажми эту красную кнопку подписаться, чтобы моя цель была выполнена. Действительно, каждый раз, когда кто-то нажимает красную кнопку подписаться, он становится счастливее. Хотя бы потому что... Первое. Иногда у меня такие ролики на канале выходят, что ты обубиваешь от самой идеи. Второе. Мы здесь все добрые и несем только позитив. И третье. Ты по-любому посмотрел уже не одно мое видео. И я думаю, ну, уже пора нажать эту красную кнопку подписаться. Спасибо тебе большое. Пошли парни искать. Давай, давай. Вставай. Сейчас наши парни будут... Нет, ну как наши, блин. Просто парни будут приносить, во-первых, свой любимый цвет, потом хобби, предмет, которым они... Ну, благодаря которому они занимаются, там, хобби, развлечения. И третий предмет у них ассоциируется с тем, что они не любят. А тебя же попрошу уйти вот в ту комнату. Сейчас по очереди ребята будут приходить и приносить сюда свои вещи. Заходи. Так, рассказывай. Этот шарик символизирует мой любимый цвет. Желтый? Да. Это баллончик красный. Я люблю рисовать, но в основном я рисую граффити. Часы это самый мой ненавистный предмет. Я не люблю следить за временем, так как увлекаюсь любым делом, забываю. Ну все, хорошо, спасибо. Мой любимый цвет розовый. Я люблю слушать музыку и я ненавижу русский язык. Окей, это музыка, это твой любимый цвет, а это русский язык. Что у тебя тут есть? Смотри, мой любимый цвет это зеленый, я его выбрал. Я терпеть не могу маску, потому что в ней надо постоянно ходить и трудно просто дышать. Мне она раздражает. Ага. А вот это моя любимая футболочка, я на нее накопил, купил и я вот прям вот в ней люблю ходить, она такая яркая. Это вот персонаж из моей любимой игры, просто вот она такая классная, я бы не хожу в ней. Вот. Все, спасибо. Какой у тебя нелюбимый цвет? Свет у меня 7. Ага. Пойдем мы сюда. Какое у тебя любимое хобби? Любимое хобби это пить чай. Я люблю чай, как панда любит бамбук. Вот так вот. Ага, я понял, зажигалочка, но явно чтобы не поджигать леса, а поджигать кое-что любое. Конечно, конечно. Ладно, что ты не любишь? Я ненавижу, я искренне ненавижу пакеты, потому что они путаются в ногах и потому что он химический, ау-79, я не понимаю химию, но я ее обожаю. Здесь и золото, я обожаю золото, мы таскаем металлолом всей банды, но в принципе пакеты это плохая штука, с пакетом нет, рюкзак самый тупый, все носите рюкзаки. Так, все, спасибо. Давай я ее разгадаю. Ты любишь подметать, убирать улицы, либо вообще помещения, но ненавидишь играть на гитаре. Ты все перепутал. Ага, я люблю подметать гитаре. Нелюбимая вещь нашего участника, это любимый цвет голубой. Все, спасибо. Давай, рассказывай. Это моя любимая вещь, гитборд, я давно катаюсь, лет 8. Охренеть, вот прямо сейчас, можешь что-нибудь прикольное показать? Давай. Ну ладно. Так, давай, пойди сюда, это твоя любимая вещь. Вот так вот ее сделаем. Так, дальше рассказывай, у тебя нелюбимая вещь это шарик или... Это медалька. Как мне объяснить сестре, что это нелюбимое? Медальки получать не любишь или вот что конкретно не любишь? Прыбок. Ошибка. Ага, ошибаться не любишь, ладно. Все, прекрасный цвет у тебя. Да. Все, спасибо. Это медаль с первых моих соревнований за второе место. Она самая неценная вещь для меня, потому что она связывала меня со спортом. Эта вещь досталась мне когда-то от хорошего друга, и после этого он просто кинул меня, и все. Поэтому я эту вещь и очень люблю, и храню просто как память. Ни хрена себе. Ладно. Предательство от друга. Вот, вот что я скажу. Белый цвет олицетворяет свободу, и свободу действия, и свободу слова, поэтому белый цвет как свобода. Какой твой любимый цвет? Мой любимый цвет красный. Ага, и кладем его вот сюда, на первую ячейку. Вот сюда. Дальше что у тебя? Мое хобби. Я люблю снимать тиктоки и залипать в него по вечерам. Окей, это получается тикток, и что ты не любишь делать? Я не люблю выносить мусор, поэтому я принес целый бешок для вас. Ну окей, поставим его, наверное, вот здесь вот. Мусор. Спасибо. Ну, как говорится, я диджей, соответственно, я принес свое хобби, с которым я работаю. Прикольно выглядит музыка. Любимый цвет это оранжевый. Ну, соответственно, что я не люблю, я не люблю, когда мне затыкают рот. Спасибо. Хорошо. Ну смотри, Даша. Первый, вот если ты видишь на столе шарики, это означает любимый цвет парня. Вторым предметом является его любимое увлечение. Третий предмет гласит о том, что этому парню не нравится. То есть цвет, чем он увлекается, и то, что ему не нравится. Давай по каждому по отдельности. У тебя есть предположение, что эти вещи означают? Ну, это баллончик, наверное, красный цвет. И что из этого следует? Ну, значит, он рисует. Угу. Часы. Часы. Это вещи, которые не нравятся, да? Это значит, что не будет время. Возможно, так и есть. Розовый. Парень любит розовый. Ну, блин. Чё, уже такое себе? Ну да, ты, значит, слишком нежный. Угу. Наушники. Любит музыку. Ну, это его любимое занятие, ну типа. Дальше. Ну, его задавка смотрит. Да. Чего он не любит? Он не любит русский язык. Он не патриот. Почерк. Интересный. По почерку можно многое сказать. Ну, видимо, ну. Немочная работа. По идее, ты догадалась, да. То есть, не любит русский язык. Вот. Этот молодой человек. Зелёный, яркая футболочка. Не любит маску. Ну, я соглашусь. А с чем вы именно согласишься? Я в них часто задыхаюсь, а ходить к ним не могу. А вот футболочка, что думаешь, означает? Вот, возьми её. Яркая. Да. Ну, чё за любимое хобби? Чё это? Как думаешь? Не знаю. Это, короче, любит играть в феникс игру. Так. Ну, тут скромная зажигалка. По-моему, он любит курить, я так предполагаю. Он не любит пакеты. А как он продукты таскает? Наверное, в руках. Либо в карманах. Голубой тоже я люблю. Цвет гитары. Клёво. Но веник не любит прибираться. Да, то есть гитара клёва, но прибираться не любит, да? Такая подумала. Ага. Лежит прибираться. Так. Мне странно, почему не на нелюбимом месте лежит медаль? А я вот не знаю, не буду даже тебе подсказывать. Он, значит, наверное, вообще никогда не получал медаль. Красный цвет. Может быть, он ненавидит не получать медальки. Кто его знает? А может, он не любит третье место? Может быть и такое. Скетт. Очень классная штука. Так. Дальше. Белый цвет. Чисто этот цвет называют. Поломесто. А этот положил на любимое место. Копашный бой. Большой. Не любит утепляться? Чего не любит? Утепляться? Не знаю. Сама думает. Фиолетовый. Депрессный. Это ТикТок, он мне доверил свой телефон? Ну да, это ТикТок. А че у него нету? Есть, вон, смотри. Ну, просто у тебя мусор. Нету. А как это? Да, это же твое. Да, я думаю, что... Ну ладно. Тут смотри, Слава. Ясно как? Че это? Не знаю, голоса записывает. Рептонный делать, нет? Ну, может быть. Так, а скотч? Он не любит быть связанным. А, кто его знает? Может быть. Так, ладно. Ну, ты уже посмотрел все предметы. Теперь можешь более-менее сказать, какой баг тебе, Миша, чего понравился. Я стою на Славе к этому. Тут музыка у меня смущает. Я думаю, он курит, а я не люблю курящих людей. Сейчас позовите нам участника под номером 5 прямо сюда. Участник под номером 5. Сними маску. Видимо, твои увлечения и твоя ненависть к пакетам тебя же и подвела. Это печально, но жизнь продолжается, да. Даша, можешь повернуться. Привет. Привет. А чё это за чай, зажигалка? Зажигалка, ну, это чай. Чай – это замечательная, властительная вещь. А пакет? Пакет, ну, потому что он полагается в ногах, с ним неудобно, рюкзак лучше. А если в магазин, ну, там продукты. Это можно, но ты посмотри на этот пакет, он какой-то химический. АУ-79 там написано, что это значит, что я не понимаю. Спасибо, участник номер 5. Давай. Продолжаем дальше? И следующий раунд у нас на бицуху. Бицуху, у нас уже всё заготовлено. Мальчики сейчас подойдут и покажут всю свою мощь, которую они наработали за всю свою жизнь. Ну, про бицуху я так и говорю. Ясненько, да? Я буду её векить или щупать. Да, как хочешь там делаешь, чё ты знаешь. Всё, Даша сейчас парни будут показывать свою руку. Можешь там осматривать, там потрогать, там вот так вот с легонца. Готово? Готово. Участник номер 1. Высовывай свою руку. Всё, рука готова. Можно щупать? Да, да. Не, не могу. Стесняюсь. А он всё ранее видит. Чё, нормально? Да. Готовы к следующему идти? Так, всё. Худенький, но накачанный. Молодец. Чуды, как быстро сдулся. Всё, поднялся. Участник номер 4. Ооо, я просто не послабал. Молодец тоже. Нормально? Сильнее? Можно шугаринг сделать. Ага. Чё волосатые-то в тренде? Эти. А? Наверное. Смотри, видите, какие лысые, как кошки. Ну, мы ухаживаем за собой. Ага. Участник под номером 6. Бал. Почему? Пуля. Тут дровка. Интересно, что она обозначает? Сама оценочка есть. Ну, самая игривая рука из всех этих. Да, самая жучая. Участник под номером 7. Нормально. Какая-нибудь стресс, да? Прям потрогать можно. Участник под номер 8. Ага, давай. Ничего себе. У меня две руки тоже не помещают. Тут тоже татуировка есть. Покажи. Мило. О, тигр. Хорош. Дальше идем? Да. Так. Я не знаю. Участник под номером 9. Все. Смотри, на котлы зацени. Котлы зацени 200 тысяч. Да, конечно. Не, ну типа без шуток. 200 тысяч. Ха-ха-ха. Засмущался, аж от 200 тысяч. Ха-ха-ха. Так, ну ладно. И десятый. Ага, можешь? Татуировка, знакомая. Ха-ха-ха. Я не могу ничего сказать. Ха-ха. По татуировке смотрю. Ага. Ну что ж, готова ли ты определиться? Какая рука больше здесь тебе не нравилась? Ну либо два, либо один. Спасибо, пятый номер. Это шестой. А, да. Ха-ха. А вы примите, пожалуйста, второй номер, десятый номер в руку. Ну, наверное, второй. Второй. Так, ребята, сейчас все засовывают руки, кроме второго. Рука под номером 2. Ты можешь разорвать картон и выйти из него. Участник под номером 2. Снимай маску. Привет. Привет. Молоденький. Ну слишком. Сколько лет? 16. Слишком молодой, да? Да. Я старенькая. Что именно не понравилось? Не понравилось? Я могу ответить за тебя. Неуверенность. Надо походку дешевле. А еще за глюк тогда. Все, ладно. Спасибо за участие. Нала идея, пацанчик. Что я здесь забыла? Потерялся немного. Дальше нас ждет запах мужчины. Это я люблю. Каждый должен выстроить флакончик духов, туалетные воды или еще какой-то воды. И ты по ним будешь ориентироваться, какой приятнее, тот и молодец. Это мне нравится. Все. Показывай, чем ты брызгаешься. Флаконом каким-то брызгаешь? Не знаю. Ну, правильно ли я понял? То, что тупо на рандоме тебе кто-то подарил, либо сам купил. Сам купил, пользуюсь, нравится просто. Третий год пользуюсь никак не заканчивается. Прикольно вроде выглядит. Это духи, которые мне подарил мой зять, когда он ушел. Все, спасибо. Не подходить, это очень опасное оружие. Ты этим брызгаешься? Конечно. А что, не похоже? Ну, пойду. Я все это видел уже. Вот вы угораете. Я один раз побрызгался, до сих пор не могу от себя отбить собак. Ну, то есть, это не шутка. Это не шутка. Все, понял. Все, спасибо. Вкусно. Ну, это подарок день рождения. Классные духи. Мой единственный, наверное, подарок в 18 лет. Я больше только ничего не дарил уже. До Чикапана, это настоящие? Нет, это долго по бананам. Все, ну, я понял. Ну, копирай продукции. Я пользуюсь духами Хука Мол. Настоящие мужские ароматы покупаю себе его всегда сам. Это единственные мои самые любимые походы. У меня тут не найдет каосов перед домом. Сколько стоит? Да так, по фиге, 50 тысяч. Итак, у меня самый лучший продукт. Самый лучший запах, это запах именно чистого тела. Так что нужно соблюдать гигиену. И поэтому я пользуюсь влажными салфетками. Эконом всей семьи. Ладно. Все, спасибо. Ребята, можете пройти. Смотри, какое разнообразие флакончиков. Вы уже навыскались, да? Нет, еще никто не признал ни разу. Я даже сам не чувствовал. Но мы сейчас вместе с тобой почувствуем эти запахи. Участник номер один. Как ты думаешь, сколько должно стоить духи? Не менее 20 тысяч. А 20 тысяч, почему? Потому что до 20 тысяч идут чисто спирт. А уже более 20 тысяч, и там уже ароматы. Куда приятнее. На, держи. Смотри, какая баночка. И, ну, там пшик. А-а-а. Блин, кайф. Что, реально классно? Да. Участник номер два. Ну, нет. Какой-то вот, какой запах? Туанетный. Ну, реально, такие кисловатые. Бриттерно-кисловатые даже. Мне тоже этот вариант не понравился. Я, конечно, уже прочитала. Какой-то жгучий и вкусный, как Юля. Ну, блин, если человек очень просто ест. О, Господи, вот это мой. Ну, реально, как будто из унитаза так что пришел. Так, ну что, идем дальше. Как ты в баночке? Хорошо пользуется. Ну, классный. Думаю, я не могу сгадать, но первое мне вообще поделили. Но резкий. Резко-сладкий. Дальше. Фляжка. Уже интересно. По-моему, ничего не чувствует. Ну, как пшик не чувствует. Чувствую, какую-то кислятину как-то. Да, ничего не чувствует. Как будто какая-то трава свежая. Да. Но это даже не трава. Я, блин, даже не знаю. Я, кстати, очень обожаю морских духей. Я готова прям всю квартиру обрызывать. Где уже был этот запах? Через каждые пять минут. Ну, это прям я называла быть женские. Какие-то нежные слишком. Апельсинчиком пахнет. Апельсином? Да. Ну, это самое-самое, ароматное. На работе можно все очень часто. Я к ней привыкла. Мне прям нюхнуть надо, да? А я не помыслить. Ну, чувствую. Свежесть. Реально прикольно пахнет. Так, какие убираем? Да. Номер убрать самую не очень. Самую не очень это вот. Окей. Позовите нам участника под номером 4. Участник под номером 4 снимай маску. Ну что ж, я думаю, стоит тебе поменять вкус духов, ибо лично мне, моей сестре, так не хотел. Понятно. Хорошо. Саша, провожай. Привет. Здравствуй. На вкусно-цвет товарищей нет. Ну, я надеюсь, что в следующий раз я постараюсь объединить свой вкус. Спасибо за участие. Еще увидимся. Да. Спасибо. Что конкретно мне понравилось? Ну, что мне надо больше. Куда больше? Куда больше? Куда больше? Кошла. Так, я учусь. А вот эта вот пузяка тебе понравилась? Куда здесь было? Нормально. Нормально. Я готова кушать с молочком. Все, больше кушаем лица? Спасибо. Давай. Давай. Ладно. Ну, забудем про пузяки и перейдем, наверное. Как видят тебя парни? Это тот пацан, который на гитаре их дал. Да. Что я говорю? А, да. Они будут рисовать тебя. Ну, хоть что-то. Хоть не песни, но художество. Я их прошу забывать. Все. Сейчас, ребята, ваша задача нарисовать мою сестру. И мы хотим посмотреть, как она выглядит в ваших глазах. Начинаем. Открывай глаза. Рисунок номер один. Часик. Участник номер один. Это у меня такие мешки-то на зале? Ну, что? Что скажешь вообще? И прыщ. Это у меня прыща. Да еще непонятно. Что он разглядел с тебя? Непонятно. Так. Ладно. Рисунок номер два. И... Что же они там рисуют? Большие роты. Так. Все. Это седьмой. Восьмой. О! Это я? Дорога? Да. Ну, что скажу. Ну, я. Так, ладно. И десятый. Что, это я? Ну. Тебя так увидели. Не-не. Ты вообще не я. Носик только мой. Ага. Ну ладно. Выбери тот рисунок. Нет, не показывал. А, я вот это не показывал. Вот, ну, короче, вот еще. Вот, смотри. Все. Теперь выбери рисунок, который тебе, ну, прям не понравился. Ну, это наверное. Все. Вот этот рисунок. А, кстати. А что, вы его видите? Кстати, а какой надо было вообще показывать? Тут два рисунка. Ладно, ну, я забираю себя на память. И можем прямо сейчас вызвать персонажа под номером один. Участник под номером один. Снимай маск. Что ж такое, что ж такое. Наверное, рука немного дернулась, когда рисовал. К сожалению, немного там конкретно дернулась. Может, даже передернулась. Даша, поворачивай. Привет. Добрый день. А что это за прыщик? Это не прыщик, это была Яночка. Я так и знала. Очень прыщик. Что это? А что это? Почему? Что это? Вот это что? Это как? Это чертань. Ну, как бы. Не просяла. Сзади еще хуже будет. Нет, сзади наоборот. Получше будет. Не думаю. Все, спасибо за все-все. Ай, знаешь, что я тебе могу предложить? Вот знаешь, на машинах есть подвес. Где-то она жесткая, где-то такая легкая. Как ты считаешь, важно ли, чтобы парень внес тебя на руках налегке, свободно, без всякой тряски и дрожжи в руках? Прямо сейчас ребята продемонстрируют, как они способны нести девушку на руках. Смотри, по ощущениям ты должна будешь понять, кто тебя лучше держал, а кто из них хуже тебя держал, проходя эту полосу препятствий. Кошмар. Давай завяжем тебе глаза. А еще и завязываем. Так, конечно. А, так я боюсь. А вот именно. Вот в этом и прикол. Блин, я 3-тон напишу. Все. Ну, это уже проблема не моя и, думаю, не твоя. Зови. Приходи. Ну что ж, ты сейчас должен поднять ее на руки и пройти вот эту полосу препятствий. И смотри, самое главное, чтобы она не коснулась земли. А на руках носить будешь ты ее. Ну, я понял. Окей. Давай. Кошки, где ты? Давай эти глазки нам. Ой, ты не пошел. Это не на скорость. Что, тебе поднимай. Тихо, тихо. Даша, держись. Что, можешь побыстрее Даши сказать? Нет. Ну, а теперь можешь поставить. О, ты же. Молодец. Молодец. Все. Спасибо. Так страшно, мне вы глаза открыли. Ай-яй-яй. Так, Даша, не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Все? Все? Отлично. Он поставил тебя точно на том месте, где и взял. Спасибо. Молодец. Градал. Ну что? Само, все хорошо. Ой, ой. Без предупреждения, да? Да. Так, вроде как пролезаем, и даже я могу пройти. Блин, вот обильно будет. Так, 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 так. И? Ой, немного низковато. Ну, худенький. Ага, худенький. Ладно. Следующий. Ой, ты пришла? Не переживай. Ой, ой, ой. Какой день. Так, второе препятствие пройдено. Третье препятствие. Так, и хорошо. И вроде как-то и тем покотимся. И? И все. И ничего мы делаем. Возвращаем сюда. Отлично. Спасибо. А что про него скажешь? Сильный, крепкий. Крепкий и сильный. Приземление как тебе? Мягкое. Что вообще думаешь о каждом? И что можешь сказать в целом? Блин, ну они каждые справились. Кого-то выгонять это все. Выгоняем первого или третьего? Или второго? Или четвертого? Третий. Третий у нас был под номером девять. Участник под номером девять. Ааа, мне сейчас неудобно так. Ну, ныне мешок картошки-то нес. Что-то резко опустил. Так в этом все проблемы? Да, да нет. На самом деле весь полет и вся поездка как-то жестковата была. Жестко. Все это расскажет моя сестра. Снимай маску. И... Даша, давай. Прости. Я не видел. Доброго, молодец. Все, я думаю, тебе просто стоит уйти без лишних слов. Прости. Все. Просто. Все, молодец. Все, не смотри на него. Просто без лишних. Ну смотри на него, не смущаться не будешь. А раунды-то? Раунды-то у нас не закончились, как и женихи. Прямо сейчас они должны будут сквозь вот эту вот стену пройти к тебе. Добиться, так сказать, уважения и почета. Тут не на скорость. Тут может даже победить тот, кто последний выберется. Тут важно понимать, насколько хорошо и усердно они будут стремиться к тебе. Когда, допустим, будет опасность работы, после гулянки. Вот так быстро они, так хорошо они будут к тебе стремиться, мы узнаем. Представим такую ситуацию, как будто вы опаздываете с работы ко любимой. И вот насколько сильно вы будете стремиться к этой любимой. Это мы сейчас и узнаем. Здесь не обязательно, кто первый выйдет, кто первый там что-то сломает. Тут важно показать стремление и вылезти сквозь вот эту пленку. Нельзя под пленкой обходить пленку, перебегать, перепрыгивать пленку. Надо конкретно расслоить, сделать себе пространство и вылезти через пленку. Ну, вы готовы? Можете начинать. Наблюдай, как свесется стена. Это знаешь, это ребята рвутся к тебе после работы. Рвутся к тебе. Стремление! Стихты, стремляется. Стихты, стены в дом! Так, бедрский! Стихты, стены в дом! Стихты! АуCareнэр, зв zdeхакаса! Стихты в рубу с точной… Ты бедрский в убеждения… О болезай… В уход з yapmış 3700, Ну что ж, Даша, прямо сейчас ты можешь решить, кто менее устремленный, стремился к тебе не опоздать. Вот Даша, сама решай. Прямо сейчас у тебя три участника и выбор за тобой. Думаю, десятый номер. Почему? Даже когда сказала, что вы с вами не поздоровались, он просто на меня посмотрел. Не поздоровался? Да. По культуре в наше время очень важно. 8-7, можете пройти за ширмой вот эту. Десятый. Ну что за без культуре? Ну, надо было хотя бы приветик. Снимай. Ну, на самом деле я поздоровался еще, когда только рисунок начали рисовать, но, видимо, не был услышан. В любом случае, Даша, тебе удача хорошо выбрать твоего партнера. Я был очень рад познакомиться и тебя увидел. Спасибо. Порезди. Кстати, это он написал тебе чуть ли не поэму за рисунок. И, кстати, поздоровался. Значит, поздоровался, что он в каждом раунде должен? Здравствуйте, здравствуйте. Ты вообще поздоровался еще наверху. Я не слышала. Все, спасибо. Даша, два участника осталось. Ты их выбирала по запаху, по рисунку, по мышцам. Ну, по бицепсу. Да по всему ты их выбирала. Но здесь сейчас будет самый ответственный момент. Наш с тобой младший братик против. Он против, чтобы ты нашла себе какого-то холопа, который даже не сможет тебя на улице защитить. И поэтому он сам согласился с каждым сразиться, побороться, как борцуха настоящая. И ты уже сама посмотришь на поведение этих людей, когда их встретит хулиган. Когда мою малую обижают, я всегда это чую и прихожу к ней на помощь. Истинный парень и будущий муж должен все-таки уметь постоять за себя и оторваться от хулиганов, если они появятся вообще в какой-либо жизни. Поэтому мой и моей сестры-младший братушка согласился помочь и выступить в роли хулигана. Самая основная задача побороть никаких кулаков, насилия, там, ран. Самая основная задача побороть на лопатке соперника. Тут не важно, проиграешь ты или не проиграешь, за всем будет следить моя сестра. И она просто увидит, насколько ты храбрый духом. Победа не главное здесь. Вот что главное. Вы можете расположиться друг против друга на матах. Ребят, ну что вы готовы? Да, готов. Никаких кулаков, только борьба. Погнали. Если что, три флотка можно остановить. О, приемки на пиво уже начинают. Это что такое? Стоп, 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 стоп. Прошу встать. Пошмите руки друг к другу. Это был хороший поединок. Сестра от аплодисментов даже хлопает. Держался достойно. Но я повторяюсь, тут победа не в главной. Тут главное стремление победить. Готовы? Погнали. Все. Создался. Три хлопка по участнику. Ребята, борьба была реально классная. Мне понравилось. Мы с сестрой нам выдали. Я бы еще посмотрел. Видите? Там еще. Брат, спасибо, что помог. Все. За сестру. За сестру. Все. За сестру. За сестру. За сестру. За сестру. За сестру. Мы их сюда позовем. И ты при них все выскажешь. Даша, скажи, что ты думаешь про последний раунд. Ты прошла через многое. Запахи. Бицепсы. Увлечения. Ты знаешь о каждом очень многое. И вот последний раунд конкретно был для тебя сыгран. Так, ну скажу по борьбе. Участник под номером 7. Ну, видно было, что он уже умеет выходить на поле боя. Участник под номером 8. Видно, что он первый раз. Ну, это чисто мои ощущения. А, кого я выгоняю, скорее всего, он номер 8. 8. Уходится. Номер 8. Сними маску. Привет. Привет. Тебе сколько лет? 18. Очень приятно. Меня Даша зовут. Привет, Даша. Но я старался. Молодец. Твои руки не жмут. Обнимемся. Я старался. Брат, очень сильно обнимался. Ты молодец. Я все-таки ударник. А ты первый раз выходишь? Спасибо. Нет, тормяюсь, крюкопашный. Ну да. Все, спасибо за участие. Спасибо. Ну а сейчас слева от меня. Человек, который прошел все испытания. Справа моя сестра. Прямо сейчас я предлагаю Даше 10 тысяч рублей. Мы не открываем маску. И все просто разбегаются по домам. Маска. Маска. Открывай маску. Я поздравляю. Ты был самый сильный. Самый приятно пахнущий. И самый красивый персонаж из всех. Потому что моя сестра выбрала именно тебя. Я поздравляю. Ты красавчик. Спасибо. Все. Ну что ж. Вам я желаю счастья, удачи и любви. Живите долго. И никогда не разводитесь. При этом. Спасибо. Спасибо.